Клятвы о вечной любви на высоте 100 метров, семейные фестивали и как дети могут на день стать родителями. Подробнее о том, как отмечали День семьи по стране, расскажет моя коллега Айжан Успанова. Не все невесты на регистрацию пришли в Белом, но говорят, это не имеет никакого значения, когда дело касается любви. У нас у работников ЗАГСа уже сам глаз наметан, смотришь на молодежь и уже чувствуешь, у тебя внутреннее чутье есть, которое тебе говорит, вот это пара, они даже похожи друг на друга, они улыбаются одинаково, они смотрят друг на друга с нежностью. Мы знаем, что точно через год они придут и будут регистрировать рождение ребенка. В торжественной обстановке пары получили свое свидетельство о браке. Конечно, история каждого жениха и невесты уникальна, но все они выбрали День семьи как начало совместной счастливой жизни. Мы будем каждого 15 числа праздновать. Я думаю, все-таки это знак, потому что все еще чередом. У нас свадьба будет летом, и мы хотели пораньше все это провести. И как бы спонтанно все случилось, и прям такой день был, и я вообще обрадовалась, что нас пригласили в такое мероприятие. Столичная молодежь не торопится со вступлением в брак. Эксперты объяснили, что молодые сначала хотят добиться результатов на работе. Зачем молодые приезжают в Астану? Чтобы получить образование, построить карьеру. Поэтому не могу сказать, что здесь рано вступают в брак. По статистике, средний возраст 25-30 лет. А в Петропавловске в честь праздника провели фестиваль от Паса Баха Ткепеля. В состязаниях горожане участвовали семьями. За лучшую командную работу получали призы. Также для жителей организовали концертную программу. В этот день я желаю всем семьям, всем людям на земле, на планете благополучия, успехов. Мы стараемся участвовать во всех мероприятиях, во всех фестивалях. Ведем активный образ жизни. Всем счастья, всем здоровья. А вот в Октябрьской области роль родителей исполнили дети. Школьники говорят, играть было нелегко. Благодаря этому спектаклю я поняла, что нет важнее никого, чем родные. А еще, что неважно, насколько ты занят, нужно уделять внимание своей семье. В школе надеются, таким образом дети начнут понимать семейные ценности, а родители вспомнят о значении воспитания. Ажана Успанова, Отец Нургалиев, Первый канал Евразия. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова